— Сергей Александрович, по итогам сегодняшнего такого интересного мероприятия, я удивился, сколько молодежи и с каким энтузиазмом откликаются. — Я хотел спросить, сегодня модным трендом стало понятие социального лифта. У нас все заговорили о социальном лифте. Можно ли в этом контексте то, что вы делаете столько лет фондом в Липках и программу по молодым писателям, как раз и воспринимать попытку создать такой социальный лифт? — На мой взгляд, мы подошли вообще к такой крайней черте, когда мы раньше занимались, чтобы ребята друг другу больше читали, поправляли, сделали замечания, критики, чтобы вмешивались в эти процессы. То есть мы поднимали мастерство ребят. Сегодня стоит, конечно, колоссальная задача приблизить их к читателю. И вот то, что сделано сегодня, это пока тусовка внутренних, как бы, да, но уже видно совершенно, хорошо видно, что многие ребята готовы к тому, чтобы выходить на чтиво для читателей. Это то, чего очень не хватает сегодня вообще в России. Потому что в то время, когда Союз писателей России в Сейфе был, и у меня пап был поэтом, много очень ездил, много выступал, и я видел, с какой жадностью вообще люди встречали поэтику, и не только, и критику, и вообще встречи с писателями. Потому что писатель, как правило, больше знает о нашей жизни, о наших проблемах, чем, скажем, это знают обычные люди. Вот мне кажется, что, ну, то, что мы нашли вас, и здесь начали эту работу, мне кажется, это должно быть продолжено. Спасибо. А вообще, вот как вы считаете, ну, уже же можно назвать, наверное, целую плеяду имен, кто вышел вообще из вот этих ваших семей. Я когда-то их записывал, все, а потом, честно говоря, когда из-за сотни стало... Ну, а самые такие значимые на вас, на ваш взгляд... Ну, конечно, первые плеяды, которые с первого форума еще вышли, с первых форумов, они очень ярко себя проявили уже в большой литературе. Это и Захар Прилепин, я вот их называл здесь, Роман Сенчин, который, говорят, очень похож на Валентина Распутина. Это Серёжа Шургунов, который и уже в большой литературе, и уже вышел в большую политику. Это Дима Новиков из Карелии, совершенно потрясающий писатель. Сейчас готовится поставить фильм. Это моя любимая Ира Мамаева, Ленкина свадьба, которую написала. Первый её был роман, потрясающий. Земля Гай. Девочка, которая пошла специально работать корреспондентом районным, для того, чтобы изучить деревню, для того, чтобы изучить язык деревни. И её книги просто читаются потрясающие совершенно. Но потом она ушла писать сценарий для кино. И, к сожалению, там, видимо, и пропала. На самом деле, очень талантливая девочка. Очень талантливая Тамара Михеева из Челябинска. Детский писатель, подростковый, пишет для подростков. Для малышей из Ярославля. А Настя Анастасова-Орлова. Тоже потрясающая совершенно девочка. Ну, в общем, много. Их можно перечислять сейчас. Сколько мы, 32 книги выпустили, авторские. И это нас сдерживает то, что у нас нет средств для того, чтобы все выпускать. А сборников уже? Сборников много. И сборников много. В каждом сборнике, вот сегодня девочка сказала, печатается где-то около, а то и больше сотни молодых писателей. То есть, если у нас на форуме 150 человек участвует, то больше половины их ребят попадают в сборники. А там и поэзия, и проза, и драматургия, и детская литература. Там все. Но самая большая радость от всего этого в том, что ребята вот так собираются и самостоятельно проводят встречи, чтения, где-то группируются. Мы не успеваем за ними, честно говоря. Просто не успеваю. Я успеваю, дай бог, мероприятия готовить и проводить какие-то. А вот то, что делано здесь, руки не доходят. А вообще, на самом деле, я с этого начал. Это самое главное то, что очень-очень нам нужно, необходимо. Они посмотрели, какие счастливые. Встретились здесь, пообщались, почитали, поаплодировали друг другу. Действительно, большая радость. А на этот год какие планы вообще? В этом году мы будем проводить школу мастерства в 8 округах федеральных, по 30 человек где-то. Каждая школа будет вести один из литературных журналов. Мы их прикрепили к этим округам, с тем, что они постоянно вели работу с молодыми писателями. Вообще, у нас охват сейчас 81 регион и 24 зарубежные страны. Это то, откуда ребята приезжают на форумы молодых писателей. Но если, скажем, переполнение идет Москва, Московская область, то в таких регионах, как Дальневосточные, Сибирские, из-за того, что очень дорога дорога, ребята перестают ездить. Деньги приходится искать на дорогу самим. Не всегда это удается. Но, тем не менее, мы хотим за счет этого расширить круг молодых писателей на первом этапе. Их должно быть где-то 8 на 30, 240 человек. И 150 будет на форуме молодых писателей. То есть охват большой. И самое главное, сюда подключаются региональные организации. Я, честно говоря, эту работу веду с литературными журналами, уходя от контактов с Союзом писателей. Ну, во-первых, до сих пор у нас остаются очень враждебные, можно сказать, отношения среди литераторов. И мне не хотелось бы, чтобы ребята в это с первых шагов входили. С одной стороны. С другой стороны, в литературных журналах сохранились пока единственные профессиональные кадры, которые еще с советских времен довольно хорошо читают. Ну, и третье, что это единственный путь от писателя к читателю, самый короткий. Потому что журналы, ведущие мастер-класс, сами сразу себе отбирают тех писателей, которых они печатают в литературном журнале. Ну, и с литературного журнала очень многие издатели берут ребят и сами уже с ними договариваются и печатают их книги. Вот, мне кажется, это себя очень сильно оправдало за те 17 лет, которые мы вместе работаем. Единственное, что мы не делали, это вот то, что сегодня я посмотрел, это совершенно потрясающее. Дума искусства, совершенно потрясающее. И очень жаль, что мы не осваиваем это. Надо максимально сделать, чтобы... Ну, вот, идея-то приходит в голову сразу. Женя Дейкина может организовать такое. На месяц работала для того, чтобы подготовить такую встречу. Значит, надо будет взять несколько ребят, таких талантливых организаторов, которые могли бы вообще подготовить такие встречи. Будем стараться. Будем стараться. Потому что я, когда подъезжали сюда, я уже из кабины машины уверил, думаю, совершенно потрясающее здание, которое я никогда не видел, мимо не проезжал. Ну, нам как раз и хотелось бы, чтобы именно библиотеки стали ну, такими центрами протяжения для молодых писателей, потому что, ну, это, с одной стороны, дает новую жизнь библиотекам, то есть они становятся действительно востребованными. Мы это делаем. Мы это делаем уже несколько лет в городах ЗАТО. Есть такие города, в Русатоме, закрытое административное телекомерное образование. И меня что потрясло, там мы с библиотеками как раз проводим эти мероприятия, что меня потрясло, это аудитория. Абсолютно образованная, ни в чем особо не нуждающаяся. Она нуждается только в хорошем общении. И у них хороший запас книжного чтения, у них хороший запас вообще знаний, которые они получили в школе, в университетах. И они не ощущают, вот с ними разговариваешь, они не ощущают себя оторванными от основной жизни, хотя они закрыты. Продолжение следует...